Всем добрый день, рады приветствовать вас на нашей лекции и те, кто слышит нас в Русском музее, и те, кто смотрит нас по телетрансляции или присоединился к нам. Надо сказать, что год назад мы, в общем-то, не думали, что будем заниматься такой темой, двойным портретом, художниками, о существовании которых мы, конечно, что-то знали, но не более чем представление и о нашей истории, и о русском искусстве, и конкретно о художниках, потому что тот портрет, о котором будем сегодня говорить, это вот тот случай, который бывает, наверное, нечасто, тот случай, который делает историю, историю нашей страны, историю нашей культуры, историю нашего искусства, в конце концов, историю нас с вами. Некоторое время назад в замечательной Ленинградской Петербургской школе номер 206 был портрет долгое время Владимира Ильича Ленина. Собственно, вероятно, многие не знали, может быть, кто-то и подозревали, может быть, ходили слухи на уровне школьных легенд, что это не простой портрет, а за ним есть иное. И это иное оказалось возможным только после многолетней реставрации, которая проходила в Академии Штиглеса, и которая открыла вот этот двойной лик времени, лик времени одного, лик времени другого. Портрет Николая II, написанный художником Илью Исаевичем Галкиным в 1996 году, и портрет Владимира Ильича Ленина, написанный художником Ильсалом Матвеевичем Измаловичем в 1924 году. Вот как это случилось, какая история и портрета, и художников, Вот, собственно, об этом мы попытаемся сегодня с Натальей Николаевной рассказать, и если будут тоже вопросы с вашей стороны, с удовольствием на них ответим. Вот, ну, для того, чтобы заняться вот нам всей этой историей, несколько моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, поскольку мы старались придерживаться ряда задач, да, для того, чтобы наше исследование не расползалось слишком шире. Такое случилось достаточно скоро, да, когда мы стали понимать, что материал нас подавляет. И мы сосредоточились, во-первых, на восстановлении биографии одного и другого художника, поскольку что о них есть, где-то очень редкие упоминания, промелькнет одна фамилия, и больше ничего. А что за человек, что за художник, немножко непонятно. Определить, а как сложился портрет и Николая II, и вождая мирового пролетариата, из чего, в чем их особенности. Это что-то уникальное, или наоборот, это следование традиции. И поэтому пришлось обратиться, а как вообще писали Николая II художники своего времени, и каким образом портрет, написанный измалующим, соотносим с ранней советской иконографией Владимира Ильича Ленина. Естественно, эта проблема потребовала и определенных частных вопросов, связанных с атрибуцией. И на несколько таких моментов мы ваше внимание обратим, были сделаны хоть маленькие, но тем не менее открытия. И, наконец, самое основное, что собой являет портрет как феномен культуры, как такая уникальная метафора времени. И для того, чтобы решить те задачи, которые мы перед собой поставили, для того, чтобы раскрыть и представить наше исследование сегодня, конечно, было правило, не хотим себя хвалить, но тем не менее достаточно объемная работа, которая касалась, во-первых, архивной документации. То есть это и исторический архив, и исторические архивы Петербурга, архив литературы и искусства, архив кинофот документов, региональные архивы, очень помог архив Тверской области, за что коллегам огромное спасибо. Были, конечно, изучены прижизненные каталоги выставочные, для того, чтобы выстроить ряд произведений художников. С поучником просматривались многие периодические издания, потому что это давало возможность первой публикации увидеть, когда то или иное произведение появилось в жизни, появилось на страницах печати, какие мнения были у рецензентов об одном или другом художнике. Естественно, не обошли меммемарной литературе, хотя зачастую и тот, и другой художник, это всего лишь фамилия на страничке, но тем не менее, очень замечательно воспоминания оставил Аркадий Савич Райкин, художник Исмолович, который был его учителем рисования, или очень злые реплики Ефимовича Репина в отношении художника Галкина. Естественно, для того, чтобы нам вполне восстановить наследие художников непротивного современного антикварного аукционного рынка, поскольку целый ряд их работ в частных коллекциях продавались, перепродавались, и очень интересна здесь, конечно, судьба, когда мы видим в каталоге на страницах революционной прессы картинок, которые сейчас предмет художного рынка. Ну и, конечно, для того, чтобы наши исследования вписать в определенный контекст, приходилось более углубленно изучать то, что связано с искусством времени, с портретным жанром, с тем, что формировало его эти дни. И, конечно, пришлось обратиться и к революционным исследованиям, поскольку часть биографии Ильи Савича Галкина связана с Тверской губернией. И вот летом и приприняли поездку по местам, по местам, где был когда-то Илья Савич. И, конечно, никакой искусствующей следы невозможно без обращения к подлинникам. Поэтому пришлось совершить грандиозный поход по многим музейным собраниям от Русского музея Илья Третьяковки до небольших частных галерей, поскольку по многих музеях, по одной, по две работы, что где-то неожиданно для нас оказалось больше, есть произведения наших художников. И в целом проведенная работа позволила нам предложить на ваш суд наш скомный труд, нашу сегодняшнюю лекцию, и рассказать ту историю, которая связана с художниками, с портретами, с Петровским коммерческим училищем, с замечательной 206-й школой, в которой жил портрет, жила эпоха, жила история. И, Татья Николаевна, я передаю слово вам. — Ну вот мы сейчас можем показать следующий слайд, где показан как раз-таки демонтаж портрета Ленина. Это такая достаточно была интересная эпопея, очень ответственная, и присутствующая здесь профессор Татьяна Леонидовна Поцелуева как раз-таки одна из активных участниц вот этого демонтажа, потому что школа обратилась в Академию Штиглица, и Татьяна Леонидовна, один из лучших реставраторов, согласилась провести реставрацию. Вообще следует сказать, что история открытия двойного портрета, конечно, во многом это заслуга реставраторов. Причем интересно петербургское сообщество реставраторов. Они активно помогают друг другу, и Татьяна Леонидовна говорила нам, что некоторые очень ответственные процедуры как раз-таки делали на базе Академии имени Репина. Ну вот, в частности, делали рентген и другие достаточно сложные операции. Но основная часть, конечно же, проходила работы на территории нашей Академии, и вот здесь мы можем сейчас вам показать поэтапно раскрытие портрета Николая Второго. Благодаря тому, что портрет Николая Второго был покрыт вот растворимой краской, конечно же, удалось его открыть без сильных потерь красочного слоя. И вот здесь мы с вами видим, как буквально сантиметр за сантиметр очень ответственно наши реставраторы открывают прекрасный лик Николая Второго. Вот здесь мы можем посмотреть как раз-таки еще несколько слайдов, показывающих вот эту очень тщательную работу. И, наконец-таки, мы можем посмотреть портрет до реставрации и после реставрации. И не менее интересна была и реставрация портрета Владимира Ленина, потому что здесь, опять-таки, были достаточно серьезные и повреждения, и, извините, следы ремонта, который проходил в школе. Мы здесь с вами видим и следы извести, и следы бронзовой краски. Мы не будем сильно говорить о легенде повреждения портрета. Это достаточно было активно проавансировано в средствах массовой информации. Можем сказать, что мы не верим в легенду о мальчике, который порвал этот портрет. Потому что мы советовались с баллистиками, баллистики сказали, что был бы радиальный разрез и следы радиальных трещин. Поэтому что там произошло, это, наверное, останется легендой. Вообще, наша с Александром Владимировичем работа была такая достаточно своеобразная, потому что мы отвечали за искусствоведческое ведение всего того процесса, который был связан с реставрацией, проходящей в Академии Штиглица. И нам постоянно приходилось от каких-то легенд, которые ходили отказываться. И мы, конечно же, опирались в своих изысканиях на те документы, которые находили в архивах. И, в общем-то, попытаемся с вами поделиться всеми нашими находками. Но вот мы еще можем посмотреть слайд с Татьяной Леонидовной, которая очень тщательно работает над портретом не только Николая, но и Ленина. Вообще, это героический труд. Она проводила его вместе со своими магистрантами. И вот мы тоже, наконец-таки, можем увидеть уже и портрет Ленина после реставрации. Следует сказать, что у портрета был очень интересный архитектурный фон. И на этом архитектурном фоне можно увидеть памятники, которые, в общем-то, не очень характерны для образа Ленина. Это и Исаакиевский собор, и Петропавловский собор. И вот один из соборов сохранился, а другой так произошло, что ушел Исаакиевский собор за черту видимого поля, потому что подрамник решено было сделать на стороне Ленина, чтобы как можно больше открыть ту сторону, которая связана с Николаем II. Поэтому вот та фотография, которую вы видите из Исаакиевского собора, эта фотография была сделана еще до постановки подрамника, и поэтому вот сейчас в полном виде мы его не можем увидеть. Нас заинтересовался Александром Владимировичем еще такой момент, внесены ли были знаки советского культа на портрет самим художником, потому что очень наивно смотрелась эта красная звезда над Иоанновскими воротами. И вот Татьяна Леонидовна нам сказала, что нет, это было сделано самим художником. Вот на второй картинке этого слайда мы можем посмотреть этот фрагмент портрета в ультрафиолетовых лучах, в которых видны понавления поверх лака. Так вот, они очень хорошо видны на брусчатке, но их не видно на Иоанновских воротах на звезде. И вот Александр Владимирович нашел в архиве фотографию, где как раз-таки мы с вами видим, что действительно над Иоанновскими воротами в дни празднования второй годовщины Октябрьской революции была сделана вот такая вот красная звезда. То есть это не фантазия художника, не включение позднейшего времени, а это именно своеобразная реальность. Как я вам говорила в самом начале, что реставрация проходила в очень интересном сотрудничестве. И вот портрет, конечно же, выполняли в Академии Штиглица, а вот реставрация рамы проходила на кафедре Санкт-Петербургского государственного университета. И там тоже была сделана магистрская диссертация. И вот как раз-таки несколько слайдов из этой диссертации мы здесь можем с вами посмотреть. Это план северной стены актового зала школы, где можно посмотреть лепнина, сделанная уже советской символикой и переделанная рама для портрета Ленина. А вот здесь уже реконструкция графическая, где мы видим, что лепнина была с купеческой символикой, потому что все-таки купеческое училище было. То есть здесь были кадуцеи. Это жезл бога Меркурия, покровителя торговли. И можем посмотреть вот как раз-таки и саму раму. И на следующем слайде можно увидеть работу, которая проводилась над реставрацией рамы. Ну и 30 ноября 2016 года в Академии Штиглица произошла презентация двойного портрета после реставрации, которая вызвала большой ажиотаж в прессе. И вот можно посмотреть несколько как раз-таки фотографий с этой презентации. Ну вот теперь я передаю слово Александру. Дело в том, что после реставрации история портрета не завершилась, поскольку был обнаружен казавшийся утраченным подлинный фрагмент холста. Дело в том, что когда портрет поступил на реставрацию, был, как вы видели на слайдах, большой разрыв в нижней части, и один фрагмент холста подлинный сохранился, второй считался утерянным. Но более внимательные разыскания позволили Татьяне Леонидовне, вашему покорному услуге, сотрудникам школы, обнаружить вот тот самый считавшийся утерянным фрагмент холста. И с одной стороны, как мы видим, он покрыт водорастворимой краской, это сторона Николая II, и со стороны Ленина брусчатка и часть его башмака. Ну, если уж на этом появляется, здесь не видно, но прошу поверить, тут мне назвало, верхушечки, буковки И, подпись художника Измайловича. Это самый левый нижний фрагмент, если говорить о портрете со стороны Ленина. И вот такой портрет, как портрет Николая II, портрет Ленина, ставит вопрос, а насколько этот двойной портрет явление уникальное? Есть ли некие аналоги в истории культуры? На первый взгляд, да. Такие аналоги присутствуют. Мы находим их в истории европейского искусства, в том числе искусства церковного, в части Вермитажа есть двойной алтарный образ Антонио де Ферензе. С одной стороны изображена Мадонна с младенцем и святыми, а с другой стороны сцена распятия. Или же в Лувре есть замечательная картина художника Даниэля де Вольтера. Ну, этот Даниэль де Вольтера вошел в истории искусств больше по своим прозвищам «Подштанник», поскольку именно он закрашивал неприличные места во Фредске Микеланджело «Страшный суд», но сотворил и двойную картину. Но здесь это было осознанное решение. Сцена битвы Давида и Голиафа. Каждая сторона картин олицетворяет свою часть битвы. И в Лувре портрет экспонируется ровно так, чтобы можно было видеть обе стороны полотна. Но здесь это сознательное решение художника, как и в предыдущем случае, а не его величество в случае истории. Или, например, в Национальном музее Финляндии, Хельсинки, есть небольшой экспонат, портрет викария Генриха Хоффмана и его первой жены, где с одной стороны створки женский образ, с другой стороны мужской образ. И в данном случае это тоже осознательное решение художника, показать две стороны одной медали, какова есть семья. Самый же хрестоматийный пример, и вот многие комментаторы отмечали, ну, ваш двойной портрет, он не уникальный. Есть классический случай портрета Емельяна Пугачева поверх портрета Екатерины. Это, конечно, феерическая история, которая связана с тем, что действительно в 20-е годы в запасниках обнаружен портрет Емельяна Пугачева, который сочли портретом прижизненным. Внимательное изучение показало, что под ним есть второе изображение, была проведена расчистка, и оказалось, что действительно проступает женский образ из-под Емельяна. И считалось, что это единственно достоверный прижизненный портрет Пугачева, который был выполнен случайно оказавшимся художником в пугачевском стане. Вот откуда там случайно оказалась история, умалчивая, был целый ряд легенд, зафиксированных в научной литературе, из устной истории. И вот этот портрет долгое время рассматривался как свидетельство классовой борьбы, о чем в слайде мы цитируем сообщение Государственного музея. В собрании которого, собственно, этот портрет и находится. И вот эта огромная сущность, что в портрет есть такой феномен классовой борьбы 18 века, и в нем видели огромную и существенную ценность. Но, увы, история оказалась не такой, как была в начале. Шесть лет назад портрет был убран из экспозиции исторического музея, поскольку более тщательные технико-технологические исследования показали следующее, что портрет Пугачева никоим образом не был написан в 18 веке, что краски, коим он был написан, это краски середины второй половины века 19-го, после моихимического стола и ранее, они просто не производились. И Екатерина, не факт, что Екатерина. Да, основа 18 века, женский портрет 18 века, но не факт, что Екатерина. И портрет убрали из экспозиции, хотя в данном случае он представляет собой очень хороший исторический курьез. Так что в данном случае аналогия Екатерины и Емельяна Пугачева, как аналогия нашего двойного портрета, здесь несколько хромает. И не только потому, что одно изображение поверх другого, но и потому, что это неподлинное творение. В нашем же случае мы имеем два портрета. Спиной к спине два вождя, спиной к спине два правителя. Один, который империю потерял в 17-м году, другой, который свою империю в 17-м году стал строить. Итак, портрет Николая II был написан художником Илью Савичем Галкиным. А что это был за художник? Художник родился в 18-м году в Петербургской губернии. Родился, мы с Али Николаевным в архиве обнаружили церковную метрику. Родился он в селе Готобужи. Метрика, правда, не уточняет, большие это или малые Готобужи. Но несут это небольшие деревеньки, несколько десятков дворов. Это нынешняя территория Замановского района Ленинградской области. Крещен был рядом в селении Глобицы, в церковь Спаса, не рукотворного образа. Увы, церковь ныне не существует. Галкина крестили в церковь деревянной. Через некоторое количество времени она была разобрана. На ее месте построен каменный храм, который также не сохранился. Как проходили детские годы Галкина, мы не знаем. Сохранилась красивая легенда, что семья была бедная. Галкина и Галкина отдали учеником к сапожнику, где его заметил случайный посетитель, который углядел страсть мальчика к рисованию и похлоптал за мальчика, чтобы его пристроили в рисовальную школу, а затем в Академию художеств. Впервые эта красивая легенда появилась в некрологах Галкина в 2015 году. Мы не можем не подтвердить ее опровергнуть. Оставим ее как красивую легенду. Галкин учится в рисовальной школе, он в Вольнослужащей Императорской Академии художеств. Он постепенно продвигается в Академию художеств, сохранились все архивные документы, его билеты на занятия, его оценки, его успеваемость, его датайство, его прошения, его выставочные работы, на основе которых он получал свои звания. Сначала классный художник в третьей степени, классный художник в второй степени. Он вступает в ведущие художественные объединения того времени, русские акварелисты, общество художников, товарищи художников. Последние два обычно именуются эпигонами. Это коммерческое искусство, это такой эпигонский академизм. Но тем не менее была другая сторона деятельности Галкина. Он был благотворителем ряда учреждений. Это ведомство учреждений Бертрисы и Марии и приюта принца Альденбургского. Стояв их подсчетным членом, содержание получал, в качестве взноса Илья Савич расплачивался картинами. А при приюте принца Альденбургского работал преподавателем в Лужском отделении этого приюта. И долгое время, когда мы изучали биографию, нам казалось, что мы о Ильи Савиче знаем все. И какие оценки он получал, и как звали его первую и вторую жену, какие работы его были на каких выставках, какую его картину копировал Павел Филонов, и такое случилось об этом, скажу чуть позже. Что думал о нем Репин, у какого художника в доме он расписывал печь. Но долго нам не удавалось понять, а как выглядел художник Галкин. В конце концов мы даже знали, что делала его вторая жена 2 марта 2014 года. Пила шампанское на вечеринке. Но изображений не было. И вот, благодаря Тверскому краеведу Дмитрию Ильичу Подушкову, удалось найти фотографию, которая запечатлела... Ты можешь немножко... Вперед, вперед. Спасибо. Найти фотографию, где художник Галкин запечатлен в своей усадьбе-пожинке. Он купил ее в 1899 году за 21 тысячу рублей, что очень солидные деньги. Причем нотариусом был интересный персонаж по фамилии Яков Сахар, Дмитрий Петербургский нотариус, который наследовал свою нотариальную контору за отцом художника Рериха. Вот и здесь слева с велосипедом художник Илья Савич Галкин, а внизу сидит, руки на коленях, это художник Витолька Итанович Белгницкий-Беруля. И вот эта фотография позволила нам высказать предположение, что возможно, вот тот рисунок, который видите справа, рисунок автопортретный. В РФ мы обнаружили уникальное издание психографологии или наукоопределения внутренних мира человека по его почерку, написанную профессором Моргенштерном. Огромная книга толщиной 700 страниц. В общем-то, просто просматривая сплошняком издание этих лет, обложку к этому изданию делал Галкин, а внутри у чуда оказался рисунок. К нему характеристика, по которой профессор Моргенштерн давал лично свою характеристику Галкина. Их характеристику Галкина по почерку. И говорилось о доброте, о некоторой расчетливости, о терпеливости, о склонности к достижению своей цели. И еще целый ряд характеристик, которые раскрывали нам личность. Вполне возможно, перед нами автопортретный рисунок Галкина в одном из изданий своего времени. И есть еще один. Можно небольшое дополнение? Мне хотелось бы сказать, что в этой книге еще были как раз-таки и рисунки Маковского, Константина Егоровича, Репина, Ильи Ефимовича. То есть это говорит о том, что Галкин в свое время занимал достаточно сильные позиции, раз его вместе с такими величайшими художниками приглашали для участия в этой книге. И Репинская и Галская характеристики идут на соседних страницах в этом издании. И вот еще хотел бы обратить ваше внимание на замечательную карикатуру. Замечательный художник Павел Щербов, мастер карикатуры. Наверняка многие видели его карикатуру «Вознесение Куинжи», где Куинжи вносят на Реопак тех самых, кто должен дать ему звание академика. Так вот, Щербов написал небольшую карикатуру «Вернисаж Петербургского общества художников». Здесь изображен справа художник Сильванович, который лакомно докрашивает картину на выставке. Актриса Егорская, знакомится Чехова и Суворина. Полный это художник Овсяников, а на дальнем плане художник Владимиров с блокнотом совсем. На дальнем плане художник Егорнов, который уже открывает бутылку, чтобы выпить по случаю вернисажа. А вот на первом плане, в образе такого светского персонажа, изображен Илья Савич Галкин во фраке, с бабочкой и с неким предметом на правой стороне груди. Конечно, он там должен был носить знак почетного опекуна учреждения ведомства императрицы Марии. Но поскольку это карикатура, художник Щербов поместил на фрак складной штопор. Вот складную штопор проверили, действительно, вот ровно такие выпускались, но уже 19-20 веков. Ну вот такое можно купить на 1000 рублей на современном электронном аукционе. И получается, что стать персонажем карикатуры, в общем, как мы теперь понимаем, войти в историю. И Наталья Николаевна, уже конкретно о творчестве Ильи Савича. Илья Савич интересен тем, что он пробует себя в разных жанрах, он пробует себя в разных видах искусства. И вот мы познакомились с тем, что он был и мастером парадных портретов, и камерных портретов, и художником-жанристом, и анималистом. Выполнял работы, связанные с религиозной живописью, то есть заявил о себе как иконописец и мастер монументально-декоративной светской живопищи. А также был и художником чиражного искусства, книжные иллюстрации создавал, и по его работам делали олиографии. Ну вот можно посмотреть несколько его портретов. Первый — это портрет художника Седерса. Ныне эта работа находится в Латвийском национальном художественном музее. Нам с Александром Владимировичем понравился портрет Василия Немировича Данченко. Это брат известного театрального деятеля Владимира Немировича Данченко. В некоторых исследованиях как раз-таки сообщается о том, что это Владимир. Мы утверждаем, что это Василий. Предположительно, они вместе отдыхали в Венеции. Именно в Венеции был написан этот чудесный солнечный портрет. Следующий портрет. Это портрет несколько суховат. Мы определили, что этот портрет был написан по фотографии. И это портрет уже посмертный. То есть Галкину заказывали еще и портреты такого характера. Маленькое дополнение. Вот что интересно, портрет Федерса. Это такая легкая перекличка с Владиславом Измаловичем. Дело в том, что Федерс работал преподавателем рисования в императорском коммерческом училище. Ушел в отставку в 898 году. И на его место был принят художник Владислав Матвеевич Измалович. Портрет Федерса пишет Галкин. Хоть и далекая, но и аллюзия. У Василия Ивановича, Мировича Данченко, в одном из рассказов фигурирует портрет Галкина, который смотрит главный герой. А еще замечательный рассказ русский художник Венеции, где выведен некоторый художник Воробьев. Есть ли, нет ли птичьи аналогии с фамилией, которой одержим идеей написать Дегаресу, то есть жену должен. Но скорбит о том, что вышел нынче Тициановский тип, найти никак не может. Наконец находит и живет с ней счастливо в вилле на озере Кома. Ну вот, следует сказать, что такие переклички Галкин и Измалович постоянно будут наблюдаться. И мы были тоже, в общем-то, этим достаточно удивлены, потому что, когда мы уже перейдем к анализу монументального творчества, как раз-таки там окажется, что эти два художника работали еще и раньше, вполне сознательно, а не так, как это произошло с портретом Николая II и Ленина. Он проявил себя, я имею в виду художник Галкин, и как жанрист. Писал то, что было близко ему. Писал сцены из деревенской жизни. Писал сцены, связанные с жизнью горожан в дачных поселениях. И здесь вот как раз-таки представлено несколько его работ. Одна из работ «Дачница» находится сейчас в Санкт-Петербургской галерее, КА-галерии. Нам удалось ее посмотреть. Сотрудники разрешили даже сделать такие рабочие снимки, за что мы им очень благодарны. Вообще, очень много жанровой живописи художника располагается сейчас в провинциальных музеях. А раньше некоторые жанровые работы, в том числе как и знаменитая картина Галкина «За чтением» находилась в Государственном русском музее. Но еще в 20-е годы она была передана в Омский областной музей имени Михаила Александровича Врубеля. И Александр Владимирович сейчас расскажет несколько интересных фактов, связанных с этой картиной. Дело в том, что эта картина «За чтением» была написана Галкиным в академический период, представлена на выставке и куплена Академией художеств. А затем, когда формировалась первая коллекция Русского музея императора Александра III, эта картина оказалась в собрании Русского музея в каталоге, который был в 1898 году. Она чисто за номером 113, 35-й зал. И картина стала чрезвычайно популярной. Ее воспроизводили в массовых изданиях, например, в журнале «Нива». С нее было разрешено делать открытки, и она пользовалась популярностью у начинающих художников, те, которые учились в Академии художеств. Они копировали эту работу, что приводило в недоумение такого интеллектуального эстета, как Александр Николаевич Бенуа, который писал «Доколе». Неужели в Русском музее нет других работ, кроме как читательницы Галкина? Неужели нельзя упражнять свою руку в другом? А почему-то публика идет туда, в этот зал, где висят ужасные картины, хотя и любимицы нашей публики. И оказалось, что среди тех, кто копировал эту картину в 1902 году, был и Павел Филонов. В его незавершенном фрагменте автобиографии, который опубликован, хранится в Москве в архиве литературы и искусства, есть впечатление о том, что он копировал девушку Галкина. А публикатор этой автобиографии несколько недоумевает, как же так, по каталогу Русского музея, работа Галкина в музее всего лишь одна, «Украинка Уплетня» 1987 года. Действительно так. Если верить актуальным каталогам, нужно смотреть каталоги того времени, тогда никаких недоумений не возникнет. И в каталоге 1998 года, и в каталоге «Барона в ранге» 1995 года числится галкинская работа, а ровно это за чтением. Так что Павел Филонов, наш замечательный авангардист, писал эту академическую работу Галкина. А несколько лет назад... В Академию Штиглица поступила как раз-таки копия неизвестного художника с картины Галкина. И эта картина магистрантами Академии Штиглица была реставрирована. То есть вот так происходит, что постепенно в Академии Штиглица поселяются работы Ильи Савича и приобретают свою новую жизнь после реставрации. И я полагаю, мы сможем установить автора этой копии. К этому есть два важных обстоятельства. Но, надеюсь, доведем эту работу, то подискаться до конца. Еще следует сказать, что Илья Савич был страстным охотником. Купив имение Поженки, он там отдыхал вместе с многочисленными художниками, которые приезжали к нему. И потом даже покупали себе землю поблизости, строили себе небольшие дома и там проводили определенную часть времени. И они вместе охотились. И вообще работы Далкина со сценами охоты были очень популярны. И одна из таких работ находится ныне в Государственном Эрмитаже. Я уже говорила, что художник был очень своеобразным, очень интересным. И пытался участвовать во всех видах искусства. И создает несколько икон для церкви Святого Мирона. Следует сказать, что иконы были в такой академической манере выполнены. А некоторые из них были выполнены не только на дереве, но и на металле. Выполнение икон на металле в конце XIX-начала XX века – это очень своеобразная черта. Вспомнить Михаила Александровича Врубеля, который выполняет иконы для Кирилловской церкви в Киеве. Он их тоже пишет на металле, пытаясь использовать старинную технологию. И есть воспоминания о том, как ему трудно было справиться с вот этим сложным материалом в качестве основы. На металле выполняет портрет Дервис и Валентин Александрович Щеров. Вот Галкин тоже пробует выполнить одну из икон на металле. Но вот здесь мы с вами видим православные традиции. А в часовне, которая была установлена на могиле Антона Рубинштейна, он обращается к западноевропейским традициям. И им была выполнена икона, изображающая образ католической святой. Это святая Цицилия, покровительница музыкальных инструментов и покровительница музыки. И вот мы ее с вами видим на заднем плане в центральной фотографии за бюстом Рубинштейна. И вот вынесена еще и отдельно. Да, к сожалению, ни часовня не сохранилась, ни образ святой Цицилии не сохранился. А бюст Рубинштейна перенесен там, где есть он сейчас, на кладбище акционер Невской лавры. А в 30-е годы часовня оказалась разрушена. Так что многое из наследия Галкина, в наследие религиозного искусства, оно осталось нам известным только по архивным фотографиям. Пробует себя художник монументально-декоративной живописи. И здесь мы опять встречаемся с очень интересной ситуацией. Над росписьми особняка купцов Елисеевых работают два наших героя. Работает и Измайлович, он является как раз-таки руководителем всех художественных работ, как он пишет в своей автобиографии. А Галкин тоже, в общем-то, выполняет несколько здесь росписей. Одна из росписей, вот здесь представлена, это колесница Аполлона. Вообще тематика росписи была связана с удачей, с достатком, с фортуной, то есть вот со всеми теми, будем говорить, метафорами своеобразными, которые нужна была для хорошей деятельности купцов. Сейчас в этом здании располагается отель Толион. Можно увидеть эти росписи, они сохранились, а некоторые были отреставрированы. Галкин занимается еще и тиражным искусством. Он выполняет иллюстрации к издаваемым книгам. Ну, здесь мы с вами видим портрет Александра Второго для книги «Великая реформа». Книга была посвящена реформаторской деятельности Александра Второго. Он откликается также и на все значимые события, которые происходили в то время, в том числе и на русско-японскую войну. И вот вторая здесь иллюстрация – это обложка для книги «Отклики русской земли». Сборы от продажи этой книги, они шли на помощь раненым, а Галкин делал свою работу, естественно, как благотворительного жеста. Вообще, следует сказать, что нас поразила личность Галкина, потому что он, даже еще будучи студентом Академии художества, не имея больших денег, но вот несколько копеек, 25 копеек, отрывал из своего бюджета и отдавал на благотворительность. Став уже богатым художником, он, естественно, уже отдавал тысячи рублей. И вот так вот мы по крупицам составляли образ этого человека не только как художника, но и как личности. Портрет Николая II, который был написан Леонидовичем Галкин в 1896 году. Это был заказ Попечистского совета Петровского коммерческого училища, поскольку каждое присутственное место в Российской империи обязано было иметь портрет императора. В принципе, выходов для того, чтобы сделать портрет у Попечистского совета было несколько. Либо обратиться в Императорскую Академию художеств, ибо для Императорской Академии художеств Илья Илья Ильич Репин пишет так называемый образцовый портрет, портрет, с которого в мастерской же Репин, в Мастерской Академии художеств, будут копировать по заявкам учреждений, организаций, полков и прочих портрет императора. Либо же выполнить, сделать частный заказ. Вот петербургские купцы решили сделать частный заказ, немножко отличиться от других, чтобы их портрет был оригинален, а не являл собой копии, которые есть во многих других учреждениях. И в архивах нами были обнаружены документы, которые подтверждают факт заказа Попечистского совета Петровского коммерческого училища художника Ильи Ильи Ильича Галкина. Есть счет Ильи Ильи Ильича Галкина 7 декабря 1896 года, где он просит уплатить ему 600 рублей в счет заказа. На этом счете несколько приписок, что Галкин уже получил 300 рублей, следует выплатить 200 и 100 рублей по окончании портрета. И в денежных журналах Попечистского совета документация велась очень точно, очень строго. И здесь в буквальном смысле по денежным журналам, по, грубо говоря, кассовым чекам, мы можем воссоздавать и историю искусства. И в денежных журналах все суммы зафиксированы. Стоимость же копии в Академии художеств картины Репина была тысяча рублей в полный рост. То есть купцы мало того, что и сэкономили, они получили еще и оригинальный портрет. Более того, сам Илья Ильич Репин получил за свой образовый портрет 10 тысяч рублей. Он написал первый вариант, который мы видим слева, сейчас на еще собрании Русского музея, но не понравился ни Репину, ни заказчику. Это были натурные сеансы в январе-феврале 1895 года. На натурных сеансах присутствовал художник Репин, скульптор Антокольский, медальер Васютинский. И, как зло иронизировал Репин, через гардеробную пробрался Галкин. Да, дело в том, что с чем связана такая ирония Репина? Галкин писал портрет императрицы, а с натуры писал ее платье. И для Репина это было показателем не очень хорошим, как Галкина, как ординарного художника. Но, тем не менее, в данном случае нам репинское свидетельство важно в каком плане? Что портрет императора, по крайней мере, в части лица, это портрет натуры. Был натурный сеанс Николая II художнику Илье Савичу Галкину. Репин переделывает образцовый портрет, пишет другой, помещая Николая из камерного, дав более репрезентативное окружение, в второй зал Зимнего дворца, получая за эту работу 10 тысяч рублей. В беседе с своим другом Жиркевичем, он говорит, мало ли заплатили? Мало, кому-нибудь французу заплатили бы больше. И вообще, говорит Репин, нет ничего хуже, чем писать портрет царя. Пишешь, а перед тобой стоит владелец стольких миллионов душ. А ты не знаешь, как правильно слово молвить. А еще хуже писать портрет царицы. То, если не понравится, так вообще плохо. Но и Репин использовал фотографию при написании образцового портрета, поскольку ему нужен был масштаб фигуры и помещения. И поэтому некого неизвестного сфотографировал в тронном зале, там, где должен быть портрет Николая II. Николай II, обращу ваше внимание, здесь представлен в общевойсковом мундире, для того, чтобы и полки могли копировать себе, не обязательно в мундире именно своего полка. — Хотелось бы сделать небольшое дополнение, потому что сотрудничая с Татьяной Леонидовной, мы постоянно восхищаемся ее предвидением. Она нам сразу сказала, что портрет, лицо написано с натуры. И как раз-таки мы нашли архивные документы, которые подтверждают мнение Татьяны Леонидовны, за что мы ей тоже очень благодарны. — Если посмотреть на портреты, которые написаны с Ильичей Репина, то мы увидим, что таких портретов по России действительно было много. И в Народном доме императора Николая II, и в Петербурге, в Политехническом университете, и в Костроме, в дворянском собрании, и в коммерческом училище Екатерина Слава. И это только лишь малая часть. Для Петровского коммерческого училища было важно именно стремление к индивидуальности. Вот на левую фотографию актовый зал. Что здесь важно? Что здесь портреты всех императоров, которые имели отношение к Петровскому училищу. Здесь был портрет Александра II, в годы правления которого Петровское коммерческое училище было учреждено. Здесь портрет Александра III, в правлении которого училище было принято под императорское покровительство. И портрет Петра Великого, именем которого, собственно, училище, и названо, и, наконец, Николая II, как действующего императора. Вот куда делись все три другие портрета. Вопрос интересный. Может быть, когда-нибудь с него увеличится случай и здесь нам даст какой-нибудь знак. Занимаясь портретом Николая II, написанным Галкиным, мы столкнулись с тем, что, к сожалению, в искусствоведении на портреты Николая II с точки зрения иконографии и типологии мало кто обращал внимание. И чтобы вписать этот портрет в ряд портретов, которые были написаны другими художниками, нам пришлось заняться еще и этой достаточно интересной проблемой и отвести, опять-таки, ту информацию, которая муссируется в средствах массовой информации о том, что Галкин писал портрет, основываясь на портрете Либгарта. Нет, мы считаем, что это его собственное решение. И сейчас можем сказать несколько слов об иконографии. Конечно же, создаются парадные портреты. И здесь следует сказать о таком типе портретей, как институциональный портрет, где выражается идея власти через репрезентацию личности правителя. Также церемониальный портрет, где темболическая значимость сценариев власти отражается. Семейный портрет, казалось бы, очень жанровый, но на самом деле здесь отражается та сторона власти, которая подчеркивает идею преемственности. И камерный портрет, где представлен император в частной жизни. Среди институциональных портретов мы хотели бы отметить следующие работы. Это портрет Ребина, образцовый. Это портрет Либгарта. И это портрет Эдельфельта. Мы их выбрали с Александром Владимировичем в связи с тем, что все эти три портрета были написаны с натуры, что, в общем-то, достаточно значимо для этих работ. Ну и портрет Галкина вписывается в эту череду. Следующий слайд показывает нам церемониальный портрет. Мы можем здесь посмотреть, что художники действительно очень большое внимание уделяли личности и образу Николая II. Это фрагменты из этих работ представлены. Работа Туксона, бракосочетание императора Николая II, работа Серова, миропомазание, и работа Репина, речь его императорского величества. Также хотелось бы обратить внимание на семейный портрет. Первый слайд нам показывает работу Дмитрия Оренбургского, где Николай II еще в возрасте юноши, Цесаревич. А вот следующая работа, это работа Михаила Рундальцова, портрет Николая II с портретом-ремаркой наследника Цесаревича. То есть вот такие портреты, они как раз-таки показывают преемственность власти. Запекая вперед, Рундальцов в 1918 году, видимо, это чуть попозже, напишет портрет-ремарку Ленин и Карл Маркс. Вообще нас еще увлекает такая идея, как исследовать творчество художников, которые сначала писали Николая II, потом обращаются к образу Ленина. Достаточно интересная вещь. Пока еще нет такого исследования. И камерный портрет. Здесь хотелось бы обратить внимание на работу Либгарта. Эта работа находилась в частной коллекции Николая II, но была передана им для выставки в Америке, в Сент-Луисе. Я как раз-таки занимаюсь, опять-таки, Галкиным. Мы вышли еще и на этот портрет, потому что Галкин участвовал в международной выставке в Сент-Луисе. И на этой же выставке была предоставлена и эта картина Николая II. И выяснилось, что у Валентина Александровича Серова был предшественник в деле создания камерного портрета. Здесь также изображен Николай II в тужурке Преображенского полка. Он очень любил два полка Преображенский и Либгвардии Гусарский. И вот следует сказать, что Галкин изобразил как раз-таки Николая II в форме Либгвардии Гусарского полка. Поэтому мы так тоже питаем интерес еще и к военному костюму. Хотелось несколько слов сказать еще и о стилистической направленности многочисленных портретов Николая II. Если Репин выполняет портрет Николая II в реалистической манере, мы с вами видим человеческую сторону Николая II. То есть он в такой буржуазной обстановке по сути дела здесь представлен. На заднем плане мы с вами видим стол, карсельская лампа, которая была практически у всех в ту пору. То вот портрет, который выполняет Галкин, это уже академическая манера. И портрет, который выполняет монашка Емеляна, это портрет в примитивном таком характере исполнен. Кстати, таких портретов было очень много, и многие из них были подарены Николаю II. Следующий портрет, это портрет Каульбаха, он выполняет в салонной манере. И Серов создает портрет Николая в импрессионистической. Очень интересен портрет Кустодия Николая II в русском стиле. И портрет Филонова выполняет он формулу Николая II. Здесь мы уже с вами видим аналитическое искусство. К чему мы это все ввели? Мы ввели это к тому, что Галкин практически во всех вот этих типах оставил свои произведения. И помимо репрезентативного портрета, который мы с вами видели, который известен по школе, вот еще есть и портрет Николая II в овале. Он находится в историческом музее в Москве. Церемониальный портрет, где представлены Николай и Александр. Это тоже, в общем-то, выполнено акварией Галкиным. И семейный портрет тоже создается Галкиным. Но вот мы с вами видим, что он создается на основе фотографии. И следующий тоже семейный портрет выполнен по заказу Рижского стрелкового общества. Тоже, в общем-то, он выполнен на основе фотографии, но показывает преемственность власти. Где сейчас располагаются два последних портрета, нам неизвестно местонахождение. Но вот следует сказать, что все-таки образ Николая Второго это не случайный, не единичный заказ. Он работал очень много и сейчас появляются на арт-рынке некоторые работы, которые мы предполагаем, что выполнены Галкиным. Но пока мы в этом твердо не будем уверены, мы решили это пока еще не показывать. Ну и еще одна такая была очень интересная вещь. Раз был образцовый портрет Николая Второго, не был ли образцовый портрет императрицы Александра Федоровна? Мы себе такой вопрос задали. И оказывается был. И как-то не странно, но этот портрет создает опять-таки Галкин. Этот портрет написан был по заказу Маркуса. и вот мы видим как раз-таки его на слайде. И на основе этого портрета уже были написаны художниками большие торжественные портреты в полный рост императрицы. Мы обнаружили архивные документы, в которых указывается на то, что художникам рекомендуется обратиться к портрету Александры Федоровны, написанным Галкиным. И даже был этот портрет куплен за 700 рублей. И вот некоторые фрагменты из переписки Министерства Императорского двора с Императорской Академией Художеств здесь у нас как раз-таки представлен. И хотя портрет самой Александре Федоровне не нравился, но тогда она еще не имела столь большого значения, какое будет иметь в конце правления своего мужа Министерства Императорского двора, прислушалась к ее мнению, но все-таки настаивала на том, чтобы художники писали для Шаха Персидского, для Варшавского замка портрета Александры Федоровны по как раз-таки портрету Галкина. Ну, здесь такая выдержка Тачковский, воспоминания о Репине. Репин рассказывал мне, как однажды его и художника Галкина пригласили во дворец написать царицу Александру Федоровну. И вот вышла к нам немка беременная выражение лица змеиная сидит и кусает надменные тонкие губы. Я так и написала ее злой и беременной. Подходит министр двора. Что вы делаете? Посмотрите сюда. И показал мне портрет, который рядом со мной писал Галкин. У Галкина получилась глупоокая фея. Простите, я так не умею, сказал я. И смиренно попросил с поклоном, чтобы меня отпустили домой. Ну, в общем-то, Репин не очень любил Галкина. Это мягко сказано. Конечно, нас, как искусствоведов, интересует все и детали тоже. И вот было известно, что он ее писал с натуры, и тогда выдавали еще и некоторые аксессуары, которые тоже художники писали с натуры. И вот нами было в процессе исследования выявлено, что жемчужное ожерелье на шее у Александра Федоровна сделано было мастерами фирмы Болин. Вот совсем недавно прошла как раз-таки защита диссертации. И Маша Осипова защищалась в Диссовете Объединенном Герценной Академии Художеств как раз-таки по творчеству Болина. Вот еще одна находка, будем так говорить, в ее копилку. Также нас привлек еще и портрет Мария Федоровна, он находится в Павловске. Как и многие портреты того времени, он был написан на основе фотографии Позетти. И вот относительно этого портрета нам бы тоже хотелось сказать о своей находке. Мы утверждаем, что платье, в котором изображена Мария Федоровна, это платье, выполненное фирмой Чарльза Ворта в Париже. Вообще Мария Федоровна была прекрасной модницей, она умела как никто носить наряды, и нам тоже было это небезынтересно узнать. Кроме того, Галкин достаточно много писал представителей императорской фамилии, из архивных документов известно, что неоднократно писал великих князей, некоторые работы сохранились. Это и портрет принца Альденбургского, попечителя, ведомства которого работал художник, это портреты великого князя Михаила Николаевича и великого князя Марии Петровны, которые в собрании галереи Глазунова. Еще предстоит определить конкретные моменты, связанные с заказами на эти работы. И хотелось бы еще на одном моменте зафиксировать Галкина массовая культура. Почему это важно? Потому что именно с Галкина делались тиражные портреты для регионов, для школ, для гимназий, для провинциальных дворянских собраний. И издательство, в частности издательство Маркуса или издательство Маркса заполонили в 1995-1996 году своей рекламой различные апархиальные ведомости. То есть, в общем, несколько десятков пересмотрели, во многих есть реклама, которая говорится, что олиографии, выбранные из портрета Галкина, предлагаются к продаже разного формата, по разным ценам, все самого лучшего качества. И для одного очень важного издания, Царственный дом Романовых, который издал Корнильев-Бороздин, Галкин пишет два образа и Александра Федоровна и Николая Второго в коронационном одеянии. Образы стали достаточно тиражируемы. Более того, французы посмотрели на Николая Второго и Александра Федоровна в дни коронации глазами художника Галкина. Художное приложение «Кляпите журналь» 24 мая 2006 года выходит практически миллионным тиражом с акварелями Галкина на титульной странице Николая Второй на обороте Александра Федоровна. И 17-й год. Что происходит с портретом? В марте 17-го года выходит установление Министерства просвещения военного правительства о запрете для школьных учреждений иметь портреты императорских особ. 12 марта 17-го года в газете «Русское слово» публикуется это установление. Что, на наш взгляд, происходит в Петровском коммерческом училище? Скорее всего, портрет закрашен слоем водорастворимой краски именно тогда, в марте 17-го года, причем закрашен в раме, что дает основание так утверждать. То, что в основное поле и закраска под карпышем, где вензеля, куда кисть немного проникла, выцвело различно. То есть, некоторое время портрет стоял с картушами в закрашенном виде. Кто бы мог это сделать? Почему такое произошло? Конечно, судьба некоторых портретов весьма печальна. У коллег в Музее политической истории хранится портрет Николая Второго, написанный монахинь Емельяной в 1996 году, он исколопит штыками. Кто закрасил Николая Второго? И наша версия, на чем она основана? Она основана на том, что состав такой краски мог составить только человек, который причастен искусству, тот человек, который причастен к художественной деятельности и сам художник. И, посмотрев архивные документы, посмотрев списки сотрудников Петровского коммерческого училища, возникла версия о том, что таковым мог быть Тимофей Карпович Катырга, выпускник Академии художеств и под них педагогических курсов. Сам он из государственных крестьян, но по своей службе дошел до статского советника, был хранителем учебного музея в Академии художеств, преподавал в ряде гимназий, в том числе и в Петровском училище. И, следующий слайд, и любопытная деталь его творчества. В 1904 году он едет в Соединенные Штаты Америки на собственные средства. Он посещает выставку в Сент-Уисе, возможно, видит там работы Галкина и работы Репина. В одной из американских газет нашел свидетельство о том, что два русских путешественника приехали к нам, не ожидал, вот, честно говоря, но есть все фиксировалось действительно издалека. И по итогам своей поездки публикуют небольшое пособие о постановке дела, рисовального дела в Соединенных Штатах Америки. То есть, человек с образованием, человек с опытом, человек с пониманием искусства, то есть, вероятно, он мог быть, что называется, причастен, да, к изготовлению именно красочного состава. А вот исполнение, скорее всего, могло быть поручено и другому. Я вот недаром упомянул о том, что денежные документы нам дают много для познания истории. И вот в журнале Попечительского совета Петровского училища от 18 марта 2017 года мы находим строчку «Малярному мастеру Соловьеву за исполнение работ 290 рублей». Так какая работа могла быть выполнена спустя несколько дней после выхода постановления о запрете императорских портретов. Вполне возможно, закрашенный подвергся не только Николай, но и портрет других императоров Александра Третьего и Александра Второго. Портрет Петра скорее всего остался, ибо месяц спустя денежный журнал нам опять фиксирует оплату мастеру Щеголеву за обойные работы и переделку вензелей на портрете Петра Великого 116 рублей. Ну, переделка вензелей, скорее всего, с него были убраны символы императорской власти. И здесь как раз заступает уже, видимо, скоро вправа наш другой герой Владислав Матвеевич Измайлович. То есть мы отводим еще одну версию, которая опять-таки появляется в средствах массовой информации, что Измайлович закрасил этот портрет. Нет, Измайлович начинает работать в школе с 1924 года. Портрет был, извините, до 1924 года не мог стоять. Портрет Николая Второго в открытом доступе. И версия красивая, связанная с Измайловичем, но мы все-таки за историческую правду. Владислав Измайлович, что за художник? Потом средворянин, окончил в Санкт-Петербурге Владимирское училище, выпускник барона Штиглица, засловил различную деятельность, совершил двугодичную поездку в Европу, где посетил и Берлин, и Рим, и Париж, служил в целом ряде училищ, входил в целый ряд художественных обществ, сохранилось несколько любопытных фотографий, одна из них показывает художника Измайловича в своей мастерской на Каменноостровском А-13, вот здесь вот на первом плане его акварельная копия Ассунта и Фициановского, он об этом сам пишет в биографии, и фотографии из его личного дела в 1953 году, когда он пишет автобиографию для Союза советских художников. И вот для Измайловича что любопытно, что здесь мы можем говорить действительно о двух эпохах. Измайлович до революции, Измайлович после революции. Измайлович закончил училище барона Штиглица, и поэтому в общем-то нам его творчество тоже очень интересно. Он себя зарекомендовал и как мастер декоративно-прикладного искусства, вот его выпускная работа это проект кареты. Он интересен и как мастер религиозной живописи. Это плафон взятия на небо Божьей Матери. Этот плафон находится в домовой церкви Михайловского замка. Здесь были раньше покои Павла Первого, но они долгое время стояли закрыты, но во времена правления Александра Второго там было решено сделать церковь. Находился старый плафон, а в 1901 году Измайлович пишет новый плафон на ту же тему и здесь мы видим опять-таки очень сильное влияние западноевропейской живописи. Зарезаю сказать, что художник был католиком и отчасти конечно его религиозность здесь просматривается. В русской традиции вознесение на небо Божьей Матери решается несколько по-другому. там дух Богородицы показан в образе младенца, а здесь мы с вами видим как раз-таки обращение к традициям Тициана. Нидарам Александр Владимирович сказал о копии Ассунты. Монументально-декоративная живопись мы уже тоже упоминали с Александром Владимировичем, что при росписи особняка Елисеевых и Галкина и Измайлович работают вместе, правда один работает на одном этаже, другой работает на другом этаже. И вот мы здесь с вами видим аллегорию мира, которую художник пишет в музыкальной гостиной. Вообще художник был очень ярким представителем искусства салона. Можно посмотреть на его работы, выполненные на мифологическую и античную тематику. Это любопытно или когда бы он знал. А также выполняет портреты очень даются ему женские портреты, перед вами портрет жены и дама в ротонде, где явно просматривается еще и тенденция модерна. И занимался также созданием эскизов для почтовых открыток. И вот сейчас несколько слов скажет Александр Владимирович. Дело в том, что несколько десятков открыток были сделаны измоловичем из-за многотысячными тиражами. Они до сих пор есть у коллекционеров, любителей. Занимаясь измоловичем, Грешин стал сам собирать художника измоловича. И вот любопытно наткнулся Централов полгода на две открытки, которые явно написаны одним лицом, на открытом письме, где изображена сцена под названием «Порыв», «Ваг и нимфа», с даты 11 октября 1913 года и замечательный парафраз из Ницше «Ты идешь к женщине, не забудь захватить с собой плетку». А два дня спустя, 13 октября 1913 года, тот же автор перефразирует Ницше, пишет «Когда поднимаешься на высочайшие горы, тогда смеешься над трагедией и над всякой печалью». Кто был тот любитель Ницше, нам неизвестно, а открытки остались. Художник, как мы сказали, испытал на себя два времени, и царское время, и советское время. И в советский период он создает портреты вождей. Причем обращается и к монументальному искусству. И вот одна из знаменитых его работ это «Торжество социализма», которое, опять-таки, написано было в особняке Ересеевых. Ему после революции предстояло поверх своей же работы писать работу на новую тему, где вместо нимф, вместо прекрасных цветов появляется плафон, связанный с социалистической тематикой. И метафору горнила революции он изображает практически наглядно. Мы с вами видим языки пламени, которые вырываются из земли. Внизу показан быт, который был в царской России. Это крестьянин одиноко пашущий, рабочий, которые как в аду мечутся между молотом и наковальней. И показано то, что преобразовывается. Это крестьяне, которые наблюдают за работой тракториста, они в нарядных костюмах. И показаны новые цеха, там, где все уже оборудовано по последнему слову техники. А наверху мы с вами видим мавзолей и демонстрацию. Причем если внимательно присмотреться, то эта демонстрация очень сильно напоминает композицию, которую выполняет Репин в крестном ходе Курской губернии. То есть там за порядком наблюдали конные полицейские, здесь за порядком наблюдают конная милиция. То есть художник еще не может отказаться от тех композиционных средств, которые были характерны для прошлого времени. но работа привлекает тем, что по своим вихревым композиционным построениям она очень органично, несмотря на свое новое содержание, вписывается в необорочный интерьер этого особняка. любопытный момент в одном из фрагментов там, где Измалович ставит подпись, он цитирует сам себя, свою работу 2012 года Ворон Вещун переносит в социализм. Очень любопытная метафора и вообще сейчас мы могли бы сказать, что этот плафон торжества социализма это какой-то постмодернизм с его аллюзиями, с его цитациями, с его скрытыми смыслами и не мудрено, что в советское время плафон был закрашен и раскрыт уже при реставрации 80-е годы. Но повторяющий раз он удивительно точно вписывается в барочную атмосферу зала. У Измаловича был помещательный момент его биографии. Всю блокаду он проводит в осажденном городе. Измалович прикреплен к институту переливания крови, он служит донором, а собранные деньги он и другие доноры передают фонд обороны. И на деньги собранные Измаловичем и его коллегами-донорами был построен самолет Ленинградский донор и в Петербурге в военно-медицинском музее хранится телеграмма от Сталина в институт переливания крови Измаловича еще четырем донорам с просьбой принять братский привет за внесенные деньги на которые построен самолет. Измалович продолжает работать и как художник. Вот в латвисе переливания в дни войны и в военно-медицинском музее хранится и удостоверение Измаловича как почетного донора и знак почетного донора. Портрет Ленина был написан Измаловичем в 1924 году причем если Гаукин гонорар получил за Николая Второго то Ленин был написан в качестве общественной нагрузки о чем Измалович пишет в своей автобиографии и что любопытно осень 1924 года как я с архивных документов во время написания портрета Измалович посещает курсы марксизма и ленинизма видимо уж совсем проникнуться духом той эпохи которая грядет. Опять-таки занимаясь портретом Ленина выполненным Измаловичем мы столкнулись с еще очень интересным вещью что несмотря на то что совсем недавненем прошлом Ленианой занималось огромное количество искусствоведов ранее Ленианой опять-таки занималось очень мало людей и мы обратили внимание на формирование иконографии портретов Ленина как раз-таки вот того периода над образом Ленина Измаловича и опять-таки обращаемся к парадному портрету это у нас опять-таки институциональный портрет здесь происходит утверждение образа вождя как такового формирование узнаваемости среди широких народных масс и создается такие портреты чаще всего на основе фотографий реже народных натурных зарисовок также церемониальный портрет он формируется уже после смерти вождя и здесь показываются знаковые историко-революционные события и групповой портрет он приходит на смену семейному портрету потому что политический коллектив теперь воспринимается как семья создаются и камерные портреты и в них первоначально очень сильна роль натурных зарисовок а позднее камерный портрет основывается на мифах ну вот несколько примеров это репрезентативный портрет здесь показан пример работы Бродского и пример работы Рундальцова Александр Владимирович уже говорил о том что Рундальцов будет использовать как и с портретом Николая II композиционное построение портрет Ремарка здесь портрет Ленина представлен с Ремаркой Маркса церемониальный портрет как мы уже говорили создается после смерти вождя хорошо этот тип просматривается на работе Герасимова Ленина на трибуне следует сказать что вместо красного крыльца с которого выходили на поклон царей сейчас используется либо броневик либо трибуна групповой портрет мы привели в качестве примера работу Кордовского и камерный портрет опять-таки мы обратились к творчеству Бродского следует сказать что Измалович не единожды обращается к образу Ленина и поэтому вот мы такую типологию как раз таки составили чтобы показать что он отмечается буквально в каждом типе итак перед вами институциональный портрет это портрет очень знаменит работа была выполнена в 1918 году долгое время считалось что это портрет сделан с натуры на самом деле портрет сделан с фотографии Набельбаума и портрет действительно понравился Ленину и фототипическим методом был сделан здесь еще и такой да да оттиск где показана роспись Ленина работа находится в Смольном и камерный портрет тоже в общем-то нам сотрудники Смольного позволили сфотографировать это Ленин Смольным работа выполнена немножечко позднее в 1939 году мы посчитали что следует ее показать считалось действительно в литературе можно встретить утверждение что портрет пастелью написан Смоловичем написан с натуры что не так ибо во-первых абсолютно близость к знаменитой фотографии Набельбаума а во-вторых как замечал друг Исмолович художник искусствовед историк искусства Корнилов Исмолович когда писал с натуры писал в размер а это работа небольшая и более того не сам Исмолович своей автобиографии никто его в окружении не упоминал никогда о факте писания Ленина с натуры но в данном случае Исмолович не единственный путь писания с фотографией был таким магистральным путем многих советских живописцев в частности Визоля до революции Визоль писал например Марию Федоровну здесь пишут картинку Ленина в эмиграции но ее практически сразу убрали с глаз долой поскольку Ленин изображен на фоне какой-то легкомысленной афиши а сама фигура Ленина была выкопирована из фотографии где Ленин и Наджи Константин Крупская выходят после заседания всероссийского просвещения или художник Бродский как бы вырезает Ленина из одной из фотографий романсской демонстрации помещая его на фон Смольного точно так же как знаменитый Ленин Бродского так и Ленина из Маловича написана с фотографии которая была сделана в октябре 18-го года во дворе Кремляк где Ленин гулял вместе с Бруеющим после восстановления после покушения на него и эта фотография стала основой не только для из Маловича и только для Бродского еще для целого ряда художников в создании ленинского портрета и поэтому тоже хотелось поспорить рядом утверждение что из Малович писал с Бродского это процессы параллельные фотография была опубликована в феврале начале февраля 1924 года поэтому что один что другой художник работали что называется параллельно вместе трудясь над одним образом скорее всего как мы предполагаем портрет из Маловича писался с сентября по декабрь 1924 года именно годовщине смерти Ленина поскольку самый из Маловича на портрет дата 1924 год в анкете указывает 1925 но это противоречие можно скорее всего таким образом разрешить и мы настаиваем что портрет работы из Маловича это первый парадный портрет Ленина и завершая что же стало с одним из другим художников я уже упоминал о том что Илья Савич Галкин купил усадьбу на пожинке в Сверской губернии и последние годы жизни он жил там уставили все петербургские адреса где жил Галкин и вероятно где-то в середине нулевых годов 20 века Галкин серьезно заболел и последние несколько лет жизни он безвыездно прожил в пожинках вместе со своей сестрой Еленой Савичной вместе с своим сыном Владимиром Ильичем могила Галкина затерялась вот та церковь где вероятнее всего было отпевание христороженская церковь у озера Кезадра практически не сохранилась вот в 8 году она выглядела так вот этим летом да мы попытались немножко до усадьбы Галкина дойти но к сожалению лес где когда-то была дорога да заросло все очень и очень сильно и в итоге от усадьбы уже остались лишь развалины некогда это был двухэтажный кирпичный дом рядом одноэтажный деревянный но красиво была усадебная культура и вот художник Богданов Бельский который подолгу был у Галкина в Пожинках написал картину которая считается написана именно в Пожинках лет 1911 год взгляд из окна в сад где античная скульптура ныне работа в частном музее русского импрессионизма в Москве и своеобычная конечно современная культура интерпретирует галкинские образы да его известный коронационный портрет преобразован в икону царя мученика а у художника Измаловича к сожалению не осталось практически ничего как писал его друг инженер Менщиков в письме Ираклию Андроникову после смерти Измаловича он остался один жена умерла еще ранее от родственников погибли в блокаду его квартира отошла новым жильцам ибо что-то было неправильно с формальной точки зрения по завещанию в итоге новые жильцы просто складировали какой-то дырвиной сарай во дворе многие работы Измаловича и вот несколько слайдов назад мы показали картину портрет жены Киты Измаловича она никогда не покидала его квартиры и вероятнее всего это вот из этого вынесенного картину в 2011 году в Киеве на торгах одного из аукционных домов но тем не менее Измалович был похоронен с достаточным почетом тогда в 59 году были некрологи есть памятник на его могиле могиле его супруги а Бюст делал скульптор Мурзин достаточно известный ленинградский художник а ныне наследие Измаловича в общем-то не пропадает и вот сейчас художник Акмет Китаев явно используя мотивы Измаловичского портрета пишет своего Ленина в целом же подводя итог мы можем сказать что действительно мы имеем дело в лице двойного портрета с уникальной культурной метафорой которая говорит нам о времени да мы смотрим портрет мы можем поставить зеркало и в прямом и переносном смысле увидеть и в этих портретах как зеркало всей нашей истории нашей судьбы и вот вчера в Эрмитаже открылась знаменательная выставка посвящена 2017 году где представлен портрет предоставленный на выставку 206 школой и экспозиция да играет совершенно новыми ракурсами Ленин и Николай второй спиной к спине но вождь незримо встает да со своей замахивающей рукой готовый снести все прежнее весь тот мир который он отрицает 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 слава на демокр